Ребята, всем привет! У нас на начало года уже десяток разных планов, мы путешествия планируем, снимаем вам классный контент, и я вот еще решила обновить свой гардероб. Естественно, все берем на мегамаркете, маркетплейсе, где собраны миллионы товаров, начиная с электронной техники и заканчивая той же одеждой. До конца января делать там покупки особенно выгодно. Если тоже хотите себе что-нибудь из шмоточек и аксессуаров, на категорию фэшн для новых клиентов действует повышенный кэшбэк до 50% бонусом в зверх спасибо. Например, можно взять себе классную теплую толстовку на любое время года всего за 2199 рублей. При этом бонусами вернется еще 748 рублей. Потратите их на шопинг в следующий раз, покрыв до 99% от стоимости товара. А по промокоду в тренде для новых клиентов до конца января будет еще и скидка в 1000 рублей, при первом заказе от 4000 рублей. Обратите внимание, что акции суммируются. Читайте отзывы реальных клиентов и выбирайте, что по душе. Доставка на мегамаркете, кстати, всегда бесплатная. Отличный повод порадовать себя и близких в новом году. Оформляйте заказ и все подробности по ссылочке в описании. Санютка! Смотри, шарик летит! Ой! Смотри! Привет! Что у нас за компания? Сумасшедшая мамашка! Видишь шарик? Ой! Ребята, всем привет! Новый день, новый влог! Это мой первый влог на YouTube. На YouTube у меня, кстати, уже вышел влог. Обязательно посмотрите по ссылочке. И также хочу вам даже нарезку ставить. Потому что во влоге, который мне вышел на YouTube, там мы болтаем с Кариной, снимаем рилсы. Как мы отметили Новый год, первый Новый год с ребенком. Вот. Я рассказала там про некую трудность, которая возникла. про, скажем так, некий период и период. Да? Короче, вот вам нарезочка, посмотрите. Всем привет! У нас был ковид, мы им переболели. У нас тут такая милота вообще! Анютка получает подарки. Только никому не дам. Только я вот буду над ним трястись. Но ничего. Весно того, чтобы отдыхать, она забеременела еще раз. Сразу все поймала на мысли. Да это же не Юля, это же Аня, это же моя внучка. Моя мама, она просто пишет, я завтра приду. И ей вообще все равно. Ребята, посмотрите, какой у нас шикарный стол новогодний. Я вообще думаю, когда же я попробую алкоголь. В новом 2024 году. Что, Нютки два зубика были из-за нижней? Чтобы все, что вы загадаете, все исполнялось. Бабульки танцуют, Анютка смотрит. Не переживайте. Волнуются очень. Мне сказали еще три года и я смогу сидеть за столом. Не переживайте, миски у меня полные. И еще буду очень благодарна за вашу подписку на мой Рутюб канал. Потому что у меня в планах выпускать туда очень классные видосы в этом году. Всякие эксклюзивчики, которые будут только там. Так что, ждите. Хочу начать этот влог с распаковки. Вот почему я так не заказала. Ой, фу. Ну, я это постираю и посмотрю. В любом случае, я бы постирала игрушку, но пришла в грязи. Гляньте. Видите? Короче, заказала вот такую игрушку. Понятно, что у нас игрушек жопой жуй, но мне захотелось. И тут написано, что она аж до двух лет получается. Просто прикольная игрушка. В нее не только малыши будут играть. Ну, типа как у Анютки сейчас полгода. Но и постарше. Вообще сказано, что типа ее стирать нельзя. Но я уже стирала такие игрушки и ничего страшного не случилось. Просто в 30 градусах постирала и все. Лучше постирать, я считаю, чем не стирать. Тут такой шарик интересный. Ну да, скорее всего сюда вода попадет. И будет какая-нибудь ерунда. Кстати, мы же болели ковидом и у меня пропадали запахи. У Славы тоже. Но уже вернулись, слава богу. Так, этот хвост сразу можно отрезать. Один хрен тут полезный инструмент. Так что вот такая игрушка. Так, мне нужно освободить пакеты и сразу туда мусор складывать. Сразу скажу, заказывала я не только для ребенка что-то. Также для дома, для быта. Не знаю, сколько Анютка ей позволит, но вроде ей весело. Анют, ты лучше покажи, как ты крутишься, вертишься. Так, следующая игрушка. Тут вообще написано 18 плюс. Ну, месяцев типа. А на сайте было написано другое. Ну ладно. Откроем, посмотрим. Хотя можно было бы такие вещи, конечно, не открывать до определенного периода. Ну да, она явно для постарше. Прям хоть не открывать даже сейчас. По другой стороне я не люблю коробки. Блин, ну да. Как в такое играть сейчас? Короче, вот такая игрушка. Не, ну все равно для моторики-то мелко и прикольно, наверное, будет пошебуршать. Тут вот такие веревки, через них можно игрушки туда-сюда запихивать. Не, мне кажется, прикольно сюда засунуть игрушки, чтобы ребенок доставал. Поэтому я все равно открою. Это игрушка типа, как есть вот эти вот, как они называются? Бизи-борд? Не по-другому. Ну, короче, когда там есть розетки всякие, провода, замки. То, что детки так любят. Ну, это тоже все надо будет помыть, конечно. Потому что, знаете, даже запах такой есть. Фу, вообще прям грязные. Я не знаю, как можно не мыть игрушки, если честно. Они прям грязные. Вообще как будто уже попользованные. Реально как будто попользованные. Только все было упаковано. Наверное, кто-то взял, поиграл. Ну, что такое? А, ладно, надо будет все хорошенько помыть. Еще я заказала вот такую штучку. Бубен. Тут как раз 6 месяцев. Это то, что нужно. Потому что Анютка сейчас любит игрушками как раз сильно прям трясти. Набрасывать любит. Будет играть нам. Не, нормально. Ну, все равно все надо мыть. Короче, вот такой бубен. Бубень. Я как-то заказывала игрушку. Она у нас, по-моему, сейчас на балконе лежит. И у нее был отвратительный запах. Я ее чем только не мыла. Вот прям ужасный. И я в итоге так и не дала ее Анютке. Я не знаю, что мне делать с этой игрушкой. Вот тут я не знаю, что. А, знаю, наверное. Я увидела грызунки из каучука какие-то там супер дорогие. И я подумала, интересно. Я видела, что кипятить нельзя, по-моему. Ну, я просто помою. У меня есть этот для мытья. Короче, они какие-то супер крутые. Типа дорогие. Ля-ля-ля. Видела хорошие отзывы. Вот. Один вот такой бананчик заказала. Из каучука натурального. Ну, типа для грызунка стоил до хера. И заказала еще... Сейчас покажу. Арбуз. О, вот арбуз прям прикольный. Такие они интересные. Интересно, Анютке понравится такая грызунка. Странный. Там воздух, типа, внутри, знаете. Вот такой арбуз. Ну, посмотрим, помоем, посмотрим. Такие грызунки. Так, что тут по уходу, и так далее, и так далее. Короче, не написано, как рыть. Я посмотрю еще на занятия. Ну, по-моему, точно нельзя кипятить. Еще заказала для дома вот такие перчатки. Ну, просто обычные такие перчатки. Для уборок всяких и так далее. И еще у нас давненько прям даже, так сказать, закончился любимый гель для стирки. Вот этот очень вкусный. Я его просто обожаю от Чика. Сейчас вам покажу. Я заказала, по-моему, таких два. Потому что они как-то кончаются. Даже глазами не успевают сморгнуть. Так, уже почти пять. Надо маме написать. Короче, сегодня у моей подруги Насте Фед день рождения. И мы собираемся к ней на днюху. А с Анюткой посидит моя мама. Слыхала? Анюта! Плыви давай. Вставай. Вставай, давай, пошли. Пошли, бля. Так, на чем мы там? Написала маме. Вот такой вот очень классный. Я уже как-то его показывала. Гель для стирки. Очень вкусно пахнет. Я его прям обожаю. Кондиционер для детского белья. Все это сразу убираем. Завтрак нам придут убираться домой. Поэтому хочу все эти упаковки сегодня раскрыть и принести это все на мусор. Ой, у меня тут столько девочки. Интересно, что в коробке. Что я такого заказала, что надо было в коробку упаковать. А еще, кстати, я сегодня ходила на УЗИ органов женских. Потому что, во-первых, прошло полгода, как я родила. И, ну, надо было сходить все равно, посмотреть, что все хорошо. Вот. А во-вторых, мне было интересно, так как у меня еще и дела пришли. О том, что у меня пришли те самые дни, я-то уже везде рассказала. Но самое интересное, то, что волнует всех вас, болезненные они или нет. Этим я поделилась у себя на РУТЮБе. Так что посмотрите. Пока мы тут болтаем, они уже перевернулись. Коробки-то самые интересные. То, что мы сегодня или завтра протестим. Я заказала свет, видеосвет. Вот такой. И надеюсь, что он будет супер-классный. У нас дома есть большой такой софтбокс. Но чем он неудобный? Тем, что он занимает много места. И он такой крутой по мощности, что ли, как вот этот видеосвет. Ну, то есть, он такой более мягкий. Он классный для, наверное, вот съемок. Ну, типа влог снять, разговорное видео. Но вот именно для классных фоток, рилсов. Вот такой свет круче. Ну, короче, это мы потом посмотрим. Заказала вот такую игрушку для Анютки. 636 месяцев написано. Игрушка на присоске. Что, Анюточка, ты что там делаешь? Что там делаешь? Кстати, Анютка уже отзывается на свое имя. Так прикольно. Такая она уже взрослая пуговка. И ты! Блин, ну это даже мне интересно. Так вот, опа, присосали. Даже к руке присасывается. Тики-тики-тики-тики. 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 Кто-то сейчас напишет Оставь ребенка, ей это нужно, чтобы полы Блин, на улице минус 20 Я сама в носках И тоже сижу на полу И хоть бы у нас везде закрыто все И греют батареи Мне все равно как-то, знаете Да ну нафиг Ничего, пусть попозже поползет, но зато С теплыми ногами Я заказала кучу пустышек Анютки от Philips Которыми она пользуется Которые она и любит Надо будет их тоже все помыть, прокипятить Они от 6 месяцев до 18 У меня было получается Две вот такие упаковки Для двух и одна вот такая Для 6 месяцев Можешь Принеси пожалуйста Мне водички Принеси мне пожалуйста водички И можешь Вот эту игрушку Лометки помочь Ну ты ее хорошенько помой Можно не кипятком А просто тем, чем мы бутылочки всякие моем О, она еще с музыкой Короче, сосульки Анютки я заказывала еще До того, как ей 6 месяцев Исполнилось То есть сильно заранее Заказала две вот такие упаковки Ну да, получается Две где по две И одну где одна И уже, получается Ей даже еще 6 месяцев не исполнилось А на дачу Когда мы поехали Отмечать Новый год Я уже взяла вот такие Потому что Ну во-первых Я сравнила И я подумала Блин, Анютка уже реально выросла Куда ей те маленькие Которые до 6 месяцев А с этими Она прям сразу Знаете Почувствовала себя Такой лези Здравствуйте Более внушительные Сосульки Мы еще пытаемся наладить режим Анюткин Потому что у нас вообще трэш И я понимаю Что такой у нас трэш Из-за нас Сами же Родители Потому что у нас У самих плохой режим И поэтому нам надо Очень серьезно Над этим работать Сегодня мы встали в 11 15 где-то Ну в 11 можно сказать Ну и понятное дело До этого просыпались И это успех Потому что до этого Мы вставали в 3 Все Прикиньте Это капец И конечно это вообще Никакие рамки Не годится Вот еще вот такие Заказала Ну сейчас я все раздену И покажу вам Так Мне надо смотреть Где мой телефон Я слежу за снами Анюткинами За кормлениями Конечно же Получается час Сейчас пять Вот она днем спала Сейчас 2 часа Первый ее сон был дневной И я конечно хотела Знаете Типа 3 сна По часу Например Но с другой стороны Можно 2 сна 1-2 часа Да Анютка А другой например Я не знаю В общем буду смотреть По ребенку Что загадывать Ладно Просто хочется Наладить режим Но я понимаю Что это по щелчку пальцев Конечно не сделаешь И я посмотрела в интернете Как налаживать режим Просто каждый день Чуть раньше вставать Обычного Ну и с определенного часа Дома уже Чтобы было темно Все Приглушенный свет А у нас как всегда Мы со Славой Каждый вечер Об одном и том же Мы как дебилы Начинаем прыгать Вокруг нее Веселиться Потому что у нас у всех Куча энергии ночью И у Анютки В том числе И она Ну вот такая вся Спать не хочет Тебе нужно Что-то прицепить Она сюда Не стоит Блин О Помнишь эту песню Это же от Чика Та люлечка у нас Дашь водички Такой Простой тебе Да Она правда еще Грызть начинает А в нее отыграть надо Ну да Тупо что-нибудь Приклеивается Где музыка Тут включается Короче я много заказала Потому что все-таки Они на долгий срок Уже рассчитаны Ну и как бы лишними не будут Вот бы фокус еще был Я хочу поменять камеру Но не знаю на какую Для влогов Вот например у Карины Сони У меня Кэнон У нее вроде хорошая камера Но мне как будто Что-то все равно В этой камере не очень нравится Ну и моя мне уже не нравится Не знаю какую посоветую Ручных Один себе Один маме отдам Клево Короче какие-то прикольные штативы Мне Карина посоветовала Он получается Делается как монопод Монопод верно Или нет И он раскручивается как-то Надо научиться им пользоваться Он должен становиться прям высоким Видите Что же меня бесит Эта камера У которой фокуса никогда нет Вот все Что надо Оно не в фокусе А что не надо В фокусе Вот нахер Нам сейчас елку в фокусе А Во Улёты Он просто такой тугой Видимо из-за того, что новый Надо будет его Раскочегарить Вообще Это я понимаю Бригад Так что-то мам мне не отвечает Сейчас пять Не, ну у нас еще полно времени Потому что я уже накрашена Сильно наряжаться У меня не ваше Поэтому мы вряд ли надолго Прям к Насте На день рождения Ну приедем, поздравим Побудем какое-то время Так Еще заказала Вот такие штучки Кубики Их можно жевать Они уже как-то были открыты Хотя то же самое И в магазине может быть Да Вот я хотела сказать То, что Единственный минус У маркетплейсов То, что Вот так вот кто-то попользовался Что-нибудь придумал Что-то не подошло Ля-ля-ля Вернул Кому-то приходят Уже использованные Попользованные игрушки Чего? Чтоб я хмуху не вылезать Да Не шуть Такие классные кубики Просто кубики Игрушечки Из них можно башню строить Можно строить башню Анютки Она ее будет Ломать Вот такие вот Кикольно Какие-то собирать даже можно Класс Мне нравится Люблю такое Все пытаюсь понять Какие глаза Лани Они у нее Выглядят темными Ну прям кариями Как будто Но они у нее Не полностью карие То есть у нее Они такие темно-серые С карием Прожилками Так Короче Непонятно пока Ну либо карие будут Либо не знаю Либо может Короче не знаю Но уже не парюсь Знаете Как я хотела Чтобы у меня были глаза Как у меня Ну светлые Уже какие Какие есть Такие есть Не важно Да не важно Классно Я заказала вот такие губки Потому что я Старые выкидываю Разумеется Ну типа знаете Их надо менять часто Я считаю Так же как и зубные щетки Заказала вот такие У нас уже есть Что-то подобное Цепочки Анюлька их очень любит Они прикольные Их можно и пожевать И потрещать Простая Но прикольная игрушка О Вот еще Цепочки Еще заказала У нас есть Одна пустышка С девочкой Такой розовой Нарисованная И она потерялась И мне очень грустно Потому что с этой пустышкой Анюлька была На своем крещении Ну и просто Не люблю Когда что-то теряется Заказала Вот такие перчатки Которые не режутся Не рвутся Для дома Для уборки Очень хорошо Ну и для готовки Тоже Какой же тут фокус Такие А еще я заказала Слингобусы Я не знаю Что это за идея Такая слингобусы Но я живу сумасшедшая Мне надо все Скупать и пробовать Это бусы Которые ты вешаешь Себе на шею А ребенок у тебя На руках Если сидит Лежит он может Эти бусы Короче жевать Опа Слингобусы Вот так вот Держишь ребенка Он сидит у тебя Грызет Слингобусы Будешь слингобусы? Слингобусы? Ха-ха-ха Ха-ха Слингобусы Придумай же А я закажу же Ему не всякой Выказала костюмчик По-моему она вырос Я посмотрю Не вижу А вот Такие у нас цепочки есть Да Цепочки Надо грызульки сюда принести У нас их миллиард Разных Зверюга Что-нибудь ей дашь Она сразу Ест Начинает В рот тянуть Вот такой заказала Костюмчик Северный Северный Размер Да уже скоро Наверное носить его будем Так Опа Еще заказала вот такой Специально не стала Просто сама распаковывать Хотя я люблю Подумала будет прикольно Сделать распаковочку Для влога Показать Какую ерунду Я заказываю Ну и на все Эти добрижки Я потратила Немало денег Но тут еще Свет Он денег Таких тоже стоит Вот такой С собачками Так Вот еще Убираться дома Не буду сегодня Вообще Ничего такого делать Только надо Настирать все Повесить Чтобы дай бог Завтра высохло И К нам придут убираться Чтобы все Подладить Вот такой Костюм С фермой Тоже 74 Размер Вот такие Грызульки Заказала Причем у нас уже Блин Какой-то контейнер Какой-то богий Ну хоть какой-то Хотела заказать Еще один Вот такой банан У Анюки уже есть Такой Только мне кажется У него по-другому Выглядит Это какой-то Более Выгнутый Мне кажется Тот лучше По качеству Ну ладно Короче Тут комплект Из грызулек Всяких Не знаю Нужны они Анюки Нет Ну они Вроде Недорогие были Ну Я думаю Ладно Чем бы дитя Не теслось Еще тут есть Прикольный Вот такой Жираф Какие-то Эти игрушки Как будто Уже погрызанные Кем-то Ухо какое-то Грязное Но все равно Это все Надо прям Супер-пупер Мыть Понятно Что Муму Ты куда Отвернулась От мамы Анютка Анютка Может ей надоело Уже Ну да Наш банан Как будто Лучше Вот наш бананчик Он как будто Сильно лучше На Вот такие Грызули Заказала Вот такую Игрушку От Хэппи Бэби А Предыдущая У нас Испорствовалась Потому что Я ее Прокипятила И она Типа Расплавилась Поняли Охренеть Ну понятно Не все игрушки То наверное Можно Кипятить Понятно Что есть Типа Стерилизатор Либо Просто Помыть Не кипятите Не помещайте В СВЧ Печь Или посудомоечную Машину Но вот это Я не прочитала Потому что Я обычно Беру И все Выкидываю Вот так Вот снимаю Выкидываю Вот эту игрушку Кипятить нельзя Но ее можно Руками просто Помыть С гелем И вот Такой же Селфи Парка Заказала Маме Чтобы у нас Было Так еще Одни перчатки Заказала А еще Находка Причем Я это увидела У кого-то Бринс Что типа Обалденные Салфетки Вообще Супер Уборка С ними Просто высший Класс Не оставляет Разводов И на кухне Класс И в уборке Класс Ну короче Супер Пупер Я заказала Такие две упаковки Одна у меня В один же день Разлетелась Я и дома Все убрала Реально Классные Я заказала Таких до хрена Ой Еще сосульки Ё-моё Да Сосульками Я знатно Затарилась Ой Какой же фокус Утратительный А И звук Наверное Говно Надо срочно Менять камеру Но реально Не знаю На какую Ну чтобы она была Небольшая По размеру Чтобы хорошее Качество И звук был Вот такие Две сосульки Все Последняя Быстрая Отпаковка И сворачиваем Лавочку Так Я заказала Корм Виве И Очень быстро Я закончил И такую же Швабру Как у меня Только маме И белого цвета Ну Короче Ее тут даже Не покажешь Никак Прикольная Швабра Так И корма Заказала Вивочки Получается Что все Свет Показала Все остальное Мусор Теперь это все Надо тоже Доразбирать Дораскладывать Ну Это в стирку Это все мыть Короче Такие дела Буду этим заниматься Какая же у нас Елочка Красивая У нас вчера Гости были Рождество Отмечали С семьей Собрались Все у нас И И все сказали Какая красивая Елочка Буговка Узнала? Ты тебя узнала? Гугель Гугель Не забуду Как она С сосулькой Говорила Гугель Гугель Как мама Тебя любит Какая ласточка Моя Ласточка Моя Да зайчик Так интересно Посмотреть Когда она Прям пополвет Ребята Мы в такси Едем на день рождения К Насте Фет Слава Сходил Купил цветы И подарим Конверт Вот Нарядились мы Вообще В ненарядное Классно Классно Нарядились Поругались Как обычно Мы выглядим Отлично Да Мы выглядим Пупер Ну короче Не на самом деле Просто из-за того Что мы редко Куда-то ходим Какие-то луки Даже не подобраны Надо заняться этим И вообще Выходить куда-то Пока собирались Все вспотели Нанервничались Час Наверное Собирались Как только мы вышли Анютка приснулась Она 50 минут спала Как мама пришла То есть мама пришла Короче капец Реально Как мама пришла Целый час пришел Ужас Мы еще хотели Потусим Чуть-чуть Чуть-чуть Совсем И домой Для первого раза Достаточно Будет Вылазка Такая А еще Мы со Славой Сегодня Обсуждали И решили Что нам пора Начать ходить В зал В бассейн Хотя бы в бассейн Заходить А дома просто Прескачать И приседать Хотя бы Что надо Такое делать Конечно Я бывает Так устаю И что вообще Сил не остается Никакие Спортивные движения Но надо Начинать все равно Ну а бассейн Просто Будет супер Конечно Так что Может быть Завтра Сходим Даже Посмотрим Абонемент Будет неплохо Я сказала Маме Что мы хотим Ходить в бассейн И как раз Школа моего брата Саши Рядом С нашим домом И она Может приходить К нам домой Например За полтора часа До того Как закончит Саша Быть с Анюткой Или гулять С ней Например Саша будет Заканчивать школу Идти к нам домой А мы в этот момент Будем Со Славой Заниматься Плавать Вообще Очень классно Так что Ладно Едем на днюшку Интересно Много ли там Людей Кого я знаю Так что Посмотрим Мне кажется Последний раз На каком-либо мероприятии Я была Очень давно Так что Вообще Я настолько Одомашнилась Что даже забыла Как это Че Мы доехали Идем Во двор Вот видите Ребята Первый влог На моем Ютуб канале В этом году Начинается С движухи Видите С движухи Вот я уже Не сижу дома Я оставила ребенка На маму Вот Слева дверь Вон там Тут так уютно И классно Думаешь Надо открывать? Ну да Открой Да внутри Может уже откроем Мы как всегда Держи О Нормально Ой тут прикольно Так наверное Особенно куда тепло Интересно Можно сюда выкидывать? Можно Да сюда в эту дверь Тут наверное все супер нарядные А мы такие на домашние Какая вот туса Вот Настюшка Именинница Молодые родители приехали Я в Шеркл Я не ожидала Да-да-да Ну мы такие Ура-а-а Ладно мы будем Покусить Вот тут все Смотрим Ну как У тебя пока Так Тут такие вот закусочки Пицца Ребята Смотрите с кем мы встретились Вот видели малыша Их тоже познакомились Вон он пупсик ходит Так что болтаем с ребятами Про отцовство материнского Мы уже дома Сейчас пол одиннадцатого Так ребят Как я уже сказала Мы пришли домой Анютка уснула Перед нашим приходом У меня почему-то Не получилось Оставить ей Хорошо молочка Я сегодня Когда уходила на УЗИ К врачу ездила Я оставила 80 миллилитров И это норм Но я потом приехала Еще и предложила Она не захотела Короче А перед выходом Сейчас Я смогла только 40 Сцедить И это прям мало Ну короче Я поговорю с педиатром И хочу чтобы у нас дома Всегда была смесь Потому что Когда я дома Я ее кормлю Ей вообще все норм Хватает Она может 4 часа Спокойно вообще не есть Днем Но когда я уезжаю Мне кажется Я периодически ее Бывает прикладываю Бывает я Ну не смотрю на время Прикладываю Мне кажется Она иногда ест Почаще Ну короче Суть не в этом Это не важно Поговорю с педиатром Чтобы у нас была Дома смесь На всякий случай Мало ли что Короче Анютка уснула снова И это нехорошо Это ее четвертый Дневной Так скажем Сон То есть Не может Мы конечно Ночной Решили уйти Но вряд ли Но спит она вообще В полном отрубе Но вы видели Вот охрен сос Сходили на днюшку Были там где-то Час Час двадцать Может быть Поболтали Музыка громкая Не привыкли мы К такому конечно Но все равно Я очень рада Потому что мы там Познакомились Лично вот с ребятами С Ксюшей С Сережей Вот Мне вообще Классно В принципе Классно Выбрались из дома Учитывая что мы вообще Никуда особо не уходим С Димой Крикуном Поболтали Виделись Ну понятно С Настей тоже Но мы с Настей договорились Что попозже Надо встретиться Прямо погулять Нормально Поболтать Обсудить что-нибудь Жизнь Так сказать Потому что на Тусе Конечно особо не поболтаешь Ну из-за музыки Алкоголь никакой Мы не пили Конечно же А еще сегодня Или вчера Нет Сегодня по-моему Есть такой Ну не знаю Типа блогер Сергей Косенко Так вроде правильно Короче Выставил видео В интернет Как он кидает Своего сына В сугроб Ребенку по-моему Два месяца И короче Трэш Вообще Этот видос Ну понятно Хайпанул Жестко Потому что там Все в шоке В комментариях Пишут Типа вы что В своем уме Бедный ребенок Там же в этом сугробе Может оказаться Острый забор Или снег Ну твердый Короче Это трэш Я вот в шоке Вот с некоторых Таких Я даже сильно Не хочу это комментировать Потому что Ну и так понятно Что любой адекватный Человек Подумает Что за херня Это как я как-то Скидывала себе В телеграм Видео Где какие-то Паркурщики С эрго Рюкзаками Вот для детей Вот эти рюкзаки И ребенок Например сзади Типа сидит ребенок Сзади И они знаете Сделают тройное сальто Прыгают куда-то В воду Ну короче Или какое-нибудь Такое сальто И ребенок Чуть ли не головой Случайно Может удариться Об какую-то Ну типа Палку Перила Ну что-то такое Знаете Это какие-то Паркурщики Я как-то выставляла В телеграм И мне все написали То что Ты че Это кукла Хотеть трэш А я прям поверила Что это настоящий Ну ребенок Я охерела вообще Я не понимаю Как такое вообще возможно Вот посмотрите Это видео И понятно Что это просто Трэш Как так можно Я вот вообще Блядь Не представляю Просто Вот это реально ужас И вот этот блогер Сергей Косенко Который Он пишет Типа Ну на все эти Хейтеровские комментарии Типа Вы что творите Ну там же люди пишут Типа Вы что в своем уме Вы еще больны Зачем Бедный ребенок И этот Косенко Короче Этот блогер Такой пишет Значит Типа Ну да-да Какой кошмар Снег же Это же вода Это же вообще Ну типа знаете Такое С язвой Типа Типа Смехается Над тем Что люди Там переживают За ребенка Короче Жесть В общем Не знаю Какая ночка Нас сегодня ждет Потому что Не знаю Как будет Анютка себя вести В моих планах Она должна была уснуть Где-то в 12-30 В час Чтобы нормально Ночью спать А сейчас Я не знаю Что будет Что она уснула Получается В 10 Где-то Наверное В 10 10 И это хорошее время Чтобы уйти в ночной сон Но я не думаю Что она так быстро Перестроилась И сейчас будет спать Типа Как ночной сон Я думаю Что она сейчас Наверное Проснется скоро Либо она реально Будет долго спать Но потом проснется В духе Не знаю В 6 утра И все Короче Я не знаю Что нас ждет Но я побежала в душ Мыть голову Потому что у меня лак На волосах Просто смывать макияж И Отдыхать Потому что я сегодня Ужасно не выспалась Из-за того Что мы пытаемся Наладить режим Понятно Ночью плохо сплю Не даю себе Днем доспать Потому что Надо заниматься Ребенком И вести активный Образ жизни дома Даже знаете Музыку включать Чтобы было такое состояние Что ну типа не ночь Короче все Я на этом с вами прощаюсь Получился у меня влог Одного дня Ничего себе Всех люблю Целую, обнимаю Будьте счастливы, здоровы Спасибо, что смотрели этот влог На меня подписывайтесь В телеграм В запрещенке Все ссылки в описании Подписывайтесь на рутюб Тоже Всех люблю Целую, обнимаю И всем пока